11 июля на центральном стадионе команда Енисея сыграет с Нижнекамским нефтехимиком. Предстоящие футбольные матчи вызывают особый интерес. Эти руководства, тренерский состав и сама команда обновились. На пресс-конференции главный тренер Енисея, прославленный игрок Спартака в прошлом Андрей Тихонов, рассказал, что красноярцы настроены решительно, но времени на подготовку было мало. Состав команды почти полностью обновился. Вернулись в Красноярск Александр Харитонов, Михаил Комков и Максим Семакин, которые прошли премьер-лигу. 9 июля перед матчем с нефтехимиком игроки и руководство команды планируют встретиться с болельщиками. 25 дней – это то время, которое отвелось нам для того, чтобы создать команду, просмотреть футболистов, которые приезжали на просмотр. Это очень по футбольному, по меркам футбола очень мало. У нас есть еще 4 дня тренировочных, поэтому мы будем готовиться, и мы будем готовиться, чтобы играть хорошо. И, как заявил новый директор футбольной команды Денис Рубцов, главная задача коллектива – вернуть болельщиков на трибуны после серии невыдающихся матчей. Напомню, Енисей вылетел во второй дивизион, однако после отказа смены красноярцы остались в футбольной национальной леге. Надежды многие связывают и с новым тренером, профессиональным футболистом Андреем Тихоновым. Этот сезон, по признанию руководства Енисеем, будет интересным. Уверен, что равнодушных на поле не будет, и поэтому то, что сейчас происходит в клубе, работа, которая идет с утра и до позднего вечера, как раз нацелена именно на это. Год назад я уходил с Енисея и вернулся в абсолютно другую команду, прежде всего, потому что сейчас идешь на работу с удовольствием. Никаких громких заявлений делать не хочу, просто начать играть, чтобы доказывать уже игрой болельщикам, что на самом деле хорошая команда.